Посмотрел наверх, гляжу, там ботинок с лыжей. Думаю, ну если там ботинок с лыжей, то что у меня здесь? А зачем тебе это было? Оказалось, что человек на протезе тоже много чем может. В большинстве своем люди сами виноваты в своих бедах. Ты понимаешь, да, наш разговор записывается? Да, без проблем. Знаете, Америку не открою. Как вы познакомились? Ну как, на сайте знакомств. Познакомились. Первое, что я сказала своей подруге, у меня будут в него дети. Наверное, у меня хорошо получается именно жить. Сейчас что мы делаем? Ну, раскладываем кубики, чтобы защитить просто деревянный пол от металлических рамов. Чтобы пол не испортить. В эту сторону тоже раскладываем? Да, но я сейчас расставлю их. Давай, я помню. Нет, тут не так сейчас. Да сейчас я раскидаю. Хорошо, без суеты. Какое отличие паралимпийского фехтования от обычного? Ну, кроме колясок. В правилах никакого. Правила одинаковые. Из-за более близкой дистанции друг к другу У нас более быстрее все происходит. То есть ворон вообще нельзя ловить. Если в олимпийском фехтовании можно отбежать от соперника, что-то там подумать, собраться с мыслями там, то у нас просто не получается уйти. У нас всегда догонят. Это ты соединяешь платформы для колясок? Да, они для дистанции. Выставляется дистанция. А какая минимальная дистанция? Между спортсменами у каждого вида оружия своя дистанция. Но, как правило, у кого, короче, рука, то есть тот выставляет руку прямо с оружием, тот, у кого длиннее, он в локте сгибает, и на шпаге шпага должна доставать до локтя, саплер, апира должна доставать до сгиба. То есть выставляется дистанция один раз в бою и больше не меняется. Люди-то тоже взрослые. На соревнованиях все равно хитрим. Кого-то подсаживаем, кого-то отсаживаем. Каждый себе знает свою дистанцию, на которой ему удобно фехтовать. Ты понимаешь, да, наш разговор записан? Да, без проблем. Знаете, Америку не открою. Фехтование – это же хитрый вид спорта, очень хитрый. Ну, а кроме того, чтобы с дистанцией не химитить, в чем еще хитрость спорта проявляется? Невозможно выиграть одним ударом. То есть надо постоянно обманывать человека, чтобы нанести удар или укол. На два, на три хода вперед. Надо понимать, как бы предполагать, что задумал соперник. Ром, со скольки лет фехтование? Где-то шести, около семи. Это был продуманный план спортивной семьи? Нет, это была случайность просто. Шли по городу, где я жил, в Казахстане, мимо детской спортивной школы, и там был баннер, запишите на вид спорта, давайте запишем. Такая случайность остала вообще судьбой, да, на всю жизнь? Ну, уже да, 30 лет получается. Пенсионер уже, по сути. До травмы какие результаты были в обычном фехтовании? Несколько раз выигрывал чемпионат Республики Казахстан, третий был на первенстве Азии, также на международных соревнованиях выступал, там всероссийские соревнования, там выигрывал, в призах был. И до травмы ты знаком был с паралимпийским фехтованием? В какой степени? У меня тренер мой, который в Омске, я в Омске долгое время жил, который меня тренировал, тренер Пуртов Валерий Петрович. Он как раз начал развивать паралимпийское фехтование, и позвал меня помогать ребятам вообще объяснять, что это такое, это вообще новое вение было такое, что паралимпийское фехтование, да, только начиналось все. Ну тогда, конечно, и в голову не приходилось, что... Ну как-то да, не особо-то задумаешься, что можно сюда попасть. В Новый год с 2010-2011 отмечали день рождения друга, поехали покататься на лыжах. Покатались. Ну скажи, что помнишь? Слушайте, да там первый спуск, самый профессиональный, поехал первый. Ну ладно, трассу не знал хорошо, это моя, конечно, ошибка на самом деле. Начал спуск, все хорошо шло, закрытый поворот, левый, с одной стороны ответственная скала, с другой обрыв. То есть прохожу закрытый поворот, там ребенок маленький, он упал там на лыжах, и вот он просто стоит. Я начал кантоваться, скорость была большая, вот, и меня выстрелило, получается, оттуда в овраг. Встретился там с какими-то, ну как мне показалось, пожарный гидрант, потом говорили, то может установка по снегу. Лыжа зашла в эту конструкцию, ботинок не отстегнулся, то есть лыжа, ботинок, нога остались там, а я улетел дальше. То есть сразу оторвало ногу, левую переломало, вот, все, очнулся на склоне, понял, что ноги нет. А что помнишь? Ну, как это понял, ноги нет? Пришел в сознание, я понял, что улетел, все, то есть вроде все хорошо, посмотрел наверх, гляжу там ботинок с лыжей. Думаю, ну если там ботинок с лыжей, то что у меня здесь? Посмотрел, как бы штанина развернулась, как ромашка, типа там кровавая и месила. То есть все, перевязался и полез обратно. То есть тебе удалось самообладание сохранить, потому что осознать, перевязаться? Да, осознал, перевязался, вот это, наверное, больше от спорта, то, что самообладание, плюс хорошая физическая форма, то есть подготовка именно, то, что я смог это вообще выдержать. Полез наверх, покарабкался, то есть на руках пополз. Все, выбрался на трассу, и там как раз уже наши спускались. Я позвал, говорю, слушай, мне тут ножку оторвал, говорю, вызывайте спасателей. Я еще учил там спасателей, как правильно капельницу ставить. Мои друзья как раз спустились, забрали ногу, потому что была надежда, что пришьют. Заехали в Талгар, это такая деревушка маленькая, под Алматой, в Казахстане. Там вышел Кингис Ахматыч, хирург, заведующий отделением, он просто сказал, говорит, 15 минут и все, типа, можно тебе дальше не везти его. Типа, ну человек, все, уже на грани. Забрал меня, сделал операцию, очнулся, болит нога, ну классно, пришили. Просто не задернул, такой, не пришили. Все ли отношения прошли проверку вот этой непростой ситуации? Я про близкий круг. Кому-то пришлось просто объяснять, что не надо меня жалеть и жалости, я не нуждаюсь в жалости. Люди перестроились. Что можешь посоветовать людям, оказавшимся, либо в аналогичной ситуации? На протезе первые два года, они ужасны. Они ужасны из-за того, что перестраивается организм. Ему надо там кровотоки, лимфотоки, все это перестроить, все это заново. Для этого надо большое терпение и серьезный стержень, чтобы это все перетерпеть. Больно будет? Очень. Но через два года там как по щелчку пальцев просто отпускает. Могут остаться фантомные боли, но это уже чисто у каждого в голове. Кто как с ними борется. Первое ощущение, когда когда-то, грубо говоря, тренировал, поддерживал спортсменов с инвалидностью в фехтовании, и тут уже приходишь немного с другой ролью. Ну, это... Какие мысли были? Это был очень интересный момент. Ну, я с тросточкой был. Мои тренеры, то есть он не знал вообще, что я получил травму, все, мы там, ну, получается, не общались все это время. Говорит, ты что-то пропал туда-сюда. Говорит, что с тросточкой травму типа получил? Я говорю, ну да, Олег Петрович, травму получил. Нога боли. Я говорю, теперь я говорю, с вами в команде. Он такой, в смысле, говорит, с нами в команде. Ну, я штанину поднимаю, показываю протез. Ну, по-моему, у него седых волос прибавилось в тот момент. Как бы он, конечно, потом, типа дней пять ходил в таком шоке немножко. Ну, пацаны тоже, конечно, так это посмотрели, типа, нифига себе, ну, как так-то? Как такое вообще произошло? Ну, так вот и попал обратно. Когда уже пришел в паралимпийское фехтование, потом у тебя появились планы выступить со здоровыми, то есть стоя, и ты этот план реализовал? Ну, я много фехтовал, как с бегущими ребятами, да. Я и на тренировках тренировался, ну, так, это чисто для себя. Выступал я на Макабиайде, на всемирных еврейских играх. А зачем тебе это было? Интересно. Ну, прикольно. Интересно проверить, смогу ли я? Ну, поначалу, да. Смогу ли я? Потом я понял, что, оказывается, смогу. Ну, как бы, почему бы не фехтовать? Да, отходил я от этого, дней 10 лежал, наверное, потому что разбило себе там ногу очень сильно за эти соревнования. И в своем возрасте уже сейчас я такой не практикую, просто долго потом восстанавливался. Ну, конкуренцию составлял. То есть, сначала-то они думали, что человек на протезе, типа, что он тут может, сейчас быстренько, а оказалось, что человек на протезе тоже, ну, что может. Да, есть от первого брака ребенок, 11 лет дочке. Ну, и сейчас вот второй брак, жена беременна. Как дочку воспитываешь? Ну, на самом деле, да. Ну, сейчас, получается, у меня дочка просто в Таиланде живет. Вот. С бывшей женой, поэтому. Так, больше зум-общения. До этого она со мной жила долгое время. Поэтому нормально общаемся. Как воспитываю? Пытаюсь договориться. Сколько вашей семье уже? Будет четыре года. Со дня знакомства. Со дня знакомства. Официальному браку будет год в сентябре. Как вы познакомились? Ну, как? На сайте знакомства познакомились. Я видела много разных фото и встретилась вообще только с Ромой с Тиндера. Там интересная история была. Так, расскажите. Рома несколько раз предложил мне встретиться, а я несколько раз отказывала. И когда я все-таки решила с ним встретиться, он удалился. В смысле? Из Тиндера. Я зашла ответить ему, что ладно, давай встретимся, а страницы нет. А что случилось? Почему? Ну, не нашел просто с кем встретиться. Хорошо, и как вы встретились вновь? Он там вроде хвастался, естественно, что он там мастер, фломастер. и чемпион. Ну, я знала, как его зовут. Я просто в интернете набрала имя Роман, потому что фамилии я не знала. Фехтование. И просто по фоткам его нашла. И в Инстаграм я ему написала сама. Но в Тиндере вы не указывали, что это адаптивное фехтование? Или сразу? Нет, ничего не было вообще. Просто фотографии. Рома крупным планом, Рома на яхте. А в Инстаграме тоже не было информации? Нет, он саграме там была одна. Фотография была, да. Я это увидела, и мне еще интереснее стало, что я хочу встретиться с этим человеком, что мне это интересно, действительно. Я написала, даже ты свалил. Вот, что-то в этом духе. Сначала вами двигал интерес. Когда появилась еще какая-то мотивация другая? Я, когда первый раз Рому увидела, мы встретились в кафе, сидели друг напротив друга, я такая смотрю на него, эти глаза, и понимаю. Вот знаете, как бывает, женщина смотрит на мужчину, если это ее мужчина, то она хочет от него детей. Первое, что я сказала своей подруге, я, у меня будут от него дети. Ну, это, наверное, объясняется как химия. Но у меня это именно было в первый раз, вот именно внутренние мои ощущения. Вы из двух разных сфер, да, IT, профессиональный спорт. Как мыть произошел двух миров? Ну, это действительно два разных мира, скажем так. Но есть что позаимствовать друг у друга. Что именно? Или в избытке на работе какая-то вот эта вот структура, там ответственность, какие-то переговоры, куча людей, то я прихожу к нему, это как такая тихая гава, и учусь у него спокойствию, на что-то не обращать внимания, ну, более размеренности, скажем так. Он, наверное, тоже чему-то учится. Структурности. Как права качать. Да, и как права качать, потому что я не любитель права качать. Аня умеет. Аня умеет, хорошо это делать, ну, хороший союз, на самом деле. Сталкивались ли когда-нибудь с неадекватной реакцией на то, что вот ваш муж человек с инвалидностью? Никогда. Если бы столкнулись, как бы была бы ваша реакция? Какими словами? У-у-у, там найдутся слова. Поверьте, и не факт, что они все в словаре записаны. У вас тоже второй брак? Ну, и нам не по 20 лет, скажем так. Да. Наверное, вопрос, что не хотелось бы повторять, он будет не очень корректным, но какие-то основные правила, учитывая предыдущий опыт, которые помогают двум людям сохранить свои хорошие отношения. Сохранить свою личность в отношениях. Это что значит? Ну, для меня это значит оставаться с собой максимально открытой. С Ромой я всегда, если что-то не так, мне нужно решить в моменте. И я могу себе это позволить с ним. Он в этом меня очень понимает, поддерживает. То есть я не боюсь чего-то говорить, там, чего боялась раньше. То есть комфорт именно вот, потому что есть близкий человек, и он себя всегда поддержит, поймет, примет. Ты добавишь что-то с точки высоты своего опыта? Своей точки зрения, конечно, как можно больше быть дома. Сейчас просто все тихо, спокойно, а до этого мы были по 340 дней в году где-то на соревнованиях и сборах. Кто это выдержит просто? Меня там спрашивают знакомые, коллеги, типа, как он у тебя уезжает на две недели, раз в месяц. А мне тоже нужна свобода. Я могу полностью посвятить себе чем-то заняться, погулять, не знаю, просто дома одна побыть в идеальной чистоте. Я считаю, что в браке, в длительных отношениях важно иметь какие-то собственные границы. прижмись крови лицом лицом в район для меня. Когда планируется появление третьего члена семьи, который может порушить ваши границы личные? В октябре. Вы уже обсуждали, что изменится, взгляды на воспитание? Квартира станет более тесная, а так какие взгляды на воспитание? Мы из хороших семей, поэтому есть примеры, как надо воспитывать. Понятное дело, что в любом случае для нашего ребенка мы будем давать только самое лучшее. Право выбора, свободу, любовь и поддержку. Хочется дать все лучшее. Текущая обстановка как влияет на развитие перспективы профессионального спорта? Что ты думаешь, что товарищи говорят? Обстановка в плане мира? Ну, влияет, конечно, влияет. Очень сильно влияет. Мы, по сути, никуда не допущены. Статус нейтрального спортсмена тоже так просто не получить. Нет международных соревнований, нет премий, нет выплат. Сейчас нам еще держат зарплаты за старые результаты. Но как оно будет дальше, неизвестно. Всех вопрос-то один, если поставят на ставку по чемпионату России, то это 30 тысяч рублей в месяц зарплата. То у тебя какая стратегия, какой план? Пока тренируюсь. Ну, просто поймите, но странно, когда человек чемпион России, вот он единственный в России в году, чемпионом России может стать один человек в году и получает такие деньги. Вот он лучший в России. Это элита получается спорта, до нее люди идут очень много лет. Готовятся, превозмогают, лишают себя многого. Я вообще не представляю, как. Я и спрашивала, что если пойдет все совсем по плохому сценарию, что делать? Ну, есть, конечно, там варианты, задумки. Будешь делиться ими? Мы с другом вот решили начать делать косметику для протезирования. Так получается. На оформление протеза так, чтобы он выглядел эстетично. С колясками, с хитовальными тоже заморочились. Производство. Производство, да. Это такая очень узкая специализация, но зато в ней я понимаю, что к чему. Я так понимаю, что ты не пожалел, что из Омска переехал в Питер, попал в очень сильную школу Спартак. Ну да, Спартак – это калиндирующая школа. Но мы без медали с чемпионата России никогда не возвращались. Мы сегодня снимали в большом зале, да, но на самом деле тренировки происходят не там. Просто его нам любезно предоставили, чтобы наша техника смогла развернуться. А тренировки происходят, ну, прям так скажем, в скромных условиях. Ром, с твоими результатами и с твоим уровнем я подозреваю, были к тебе обращения от других стран, чтобы ты представлял их интересы как спортсмен. Было такое? Ну, конечно, было. Было после Рио, было после 2014 года. То есть, сейчас были предложения перед Токио, после Токио. Ну, предложения были с Израиля, с Германии, получается, с Казахстана. В принципе, такого класса спортсменам везде пригодится. Но ты, тем не менее, здесь. Ну, люблю Россию, нравится здесь жить. в России. Я пожил в Европе, в Азии, много где пожил. И что-то я как-то не вдохновился всеми этими странами. Там прикольно быть туристом. А если бы поступило прям очень хорошее предложение, интересное, с точки зрения развития карьеры и финансовая была бы полная обеспеченность, ты бы вообще категорически не стал бы рассматривать? Золотые горы и небо в алмазах, я, может, рассмотрел бы. То есть, из того, что было, понятное дело, что они далеко не дотягивают до России. Ну, мне, в принципе, жить в России нравится. Почему? Ну, уровень жизни высокий. Ты считаешь, что нет глобальных проблем? Ну, все развивается. При этом обсуждали серьезные проблемы в спорте, профессиональном и его развитии. Ты считаешь, что виной всему этому какие-то внешние только обстоятельства? Ну, не только внешние, у нас внутри тоже хватает всего. Как бы, ну, тут политика такая странная. Я уверен, что в каждой стране есть свои заморочки. Может, там по спорту будет лучше, по жизни будет хуже. Ты сказал, что крестик снял после травмы. Ну, да, был такой. В тот момент я подумал, что я такого не заслужил для себя. Потом изменилось отношение к этому? А потом не стало все равно в этом отношении. В большинстве своем люди сами виноваты в своих бедах. Потому что я виноват в том, что я, не зная трассу, летел там где-то под 60. не зная трассу. Во что веришь? Верю в себя, в семью, во вселенную. Не, я не то, что... Вопрос же не в крестике. Что-то там есть наверху. Ну, да, конечно, что-то есть. Но лично для меня церковь к этому не имеет особо никакого отношения. В какие моменты чувствуешь, я сильный, я могу все? Ну, так каждый день с утра просыпаюсь. Серьезно? Конечно. С утра проснулся, уже все, уже смог. В чем вот точно ты считаешь, я эксперт. У меня это хорошо получается. Ну, наверное, у меня хорошо получается именно жить. Я мало от кого вообще зависим. В принципе, по жизни. вот это, наверное, очень главное. Так случилось или все-таки ты в этом виноват? Мы всегда принимаем решения. Вот я их какое-то, видимо, огромное количество принял, что сейчас я вот так же. Я занимаюсь любимым делом, которое мне нравится. и, якобы, Субтитры подогнал «Симон»